Всем привет и вот уже третий выпуск в гостях у тайны под заголовок его хозяева начну как обычно издалека некоторые звуки легко переходят в другие возьмем например звук b сделаем его глуше и он превратится в п но если б как бы распушить то получим звук в и этот переход обнаруживается в закономерности словообразования скажем у нас есть слово бой но есть также война учитывая переходную близость б и в услов война и бойня не просто существует смысловая общность но и общий корень у владимира далее в его толковом словаре живого великорусского языка есть любопытная статья где даль кроме прочего подмечает сходство некоторых слов но прежде чем обратиться к ней замечу что слова делятся на родные для языка и заимствованные родное слово если оно составлено из присущих языку слов всегда понятно она говорящие скажем медведь от мед и ведать что отражает вкус и медведя а слова заимствованные это просто набор звуков что такое например диссертация или норма или полтергейст между тем на родных языках эти слова тоже говорящий норма на латыни это образец а еще нормой называли измерительное приспособление вроде угольника с линейкой полтергейст же в переводе с немецкого это шумный дух что отражает проявление этого существа наблюдаемые людьми так вот удаля в словаре есть следующая статья албасты 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 лобасты лопасты вятская с ватятского вопросительный знак леший лесовик албаста лобаста лопаста пермская вятская переводе далее это как русалка шутовка водяная и приводит пример тут а камышами по ночам албаста шатается и далее размышлять ни одного ли корня со старинным лабудь лебедь и с готским эльф перестановка алб-лаб весьма обычно конец цитаты албасты а на северном кавказе снежных людей называют алмасты но вообще это ведь все наши человеческие названия данные этим существам каковы их само название применительно к людям скажем немцы ведь не называют себя словом немцы но люди придумывают для обозначения удобные выражения описательные так некое существо наблюдаемое обычно в лесу и обладающие рядом свойств в народе называли лешим а сейчас в ходу другие имена вроде снежного человека другое существо с иными свойствами проявляющиеся в домах называли домовым но не везде и не всегда леший считается хозяином леса домовой хозяином дома о них и это сегодняшняя передача один из зрителей канала андрей боровик сообщил в комментариях к передаче явление семилетова что в начале 80-х годов наблюдал винницкой области существо которое можно обозначить как снежный человек мы списались с андреем его письма оказались столь интересными и содержательными что я спросив у андрея согласие решил сделать по ним отдельную передачу в гостях у тайны далее я зачитаю два письма андрея это свидетельство человека для которого необычное воспринимается обыденным составляет часть обихода мироздание и поэтому является нормой как например для меня уже норма является наблюдение за 1 ло то бишь я не поражаюсь при этом каждый раз не возникает мысль ага они все-таки существуют но я принимаю это как должное существующие однако не познанное что же довольно предисловие после моего краткого письма андрей ответил обширным где ответил на множество вопросов я буду зачитывать эти письма со смартфона как их получил письмо первое попробую связано ответить на ваши вопросы сколько себя помню мне 52 столько и разговоров о нем ну а с нежным человеке ворует кроликов из клетки иногда уносит иногда просто убивает и рядышком с клеткой складывает клетки же в деревнях во дворах стоят не в сараях закрыты на задвижки или шпингалеты или крючки не ломает открывая дверцу во дворах жителей обычно по две собаки одна большая на цепи маленькая так по двору бегает собаки перепуганные забиваются в конуру и не звука пропажу кроликов только утром обнаруживают но такое бывает не часто вокруг другие села но так за год в каждом из сел но несколько случаев не частит до сезонные закономерности есть обычно поздней осенью но я видел в августе а случаях нападение или исчезновения других домашних животных или птиц я не слышал на людей тем более не нападал если вдруг хозяин выходил во двор и заставал незваного гостя тот быстро и молча убегал никаких даже намеков на агрессию про какие-либо следы его жизнедеятельности шерсть калл логово и прочее я не слышал знаете села друг от друга два три пять километра недалеко все старинные моему родному в этом году 655 лет люди все друг друга знают много родни в других селах так что если где кто умер или дом не дай бог сгорел или снежный человек встретиться то все знают вся округа предполагая что встречи в этой местности бывают но приблизительно до 10 раз в год но на целый район ни одно село но кто по начитании то так и говорит снежный человек а еще про чупакабру начитались кто так называет но чупакабры если существует по описанием как большая собака это двуногая прямоходящее существо а то и пумой называют пришла ночью пума и всех кроликов передавила спрашиваю что за пума ну пума на двух ногах ходит кроликов давит это так старушки обычно говорят они не знают с чем сравнить но сказал кто пума ну и ладно пусть будет пума в моем случае он снежный человек меня конечно гораздо раньше увидел это я в письме спрашивал кто раньше увидел андрей снежного человека или снежный человек его в моем случае он меня конечно гораздо раньше увидел я шел по дороге а он по посадке вдоль дороги шоу я потом сообразил что он нарочно в кустах ногами топотел и ветками шумел ну отпугнуть хотел или мягкость территории выдавливал напугать точно не хотел не рычал не выл а я все думал что там в кустах ну лошадь или корова не прислушивался сильно не обращал внимание и шел он параллельно со мной ну метров 200 точно как я обратил внимание на шум а можете больше страха не было вовсе когда понял что это точно не корова топает же две ноги и явно не копыта какое-то азартное любопытство я и не думал там бежать или что наоборот остановился и стал ждать он тоже остановился но за кустами я его все равно не видел слышал как он топтался на месте громко пыхтел я думаю что существо прекрасно передвигается без шума но тут видно был концерт по заявкам лично для меня и кажись ему надоел такой непонятливый гость как я он шумом проломился сквозь кусты и громко топая ногами думаю нарочно старался побольше шуметь побежал в мою сторону пробежав метров 30 моем направлении он упал или залег в траву до меня оставалось еще метров 30 существо двух или чуть больше двух метров бурая или темно-серая короткая шерсть короткая шея длинные руки мощный торс ага ну тут я уже перепугался и рванул в сторону села только потом сообразил что догнал бы он меня без всякого труда явно давал мне непонятливому знаки что сейчас тут не надо бы мне ходить а так место не удаленное дорога асфальт и машины ездят и люди ходят но дорога меж селами ты 4 километра многим эту историю пересказывал никто не удивлялся не принимал за выдумщика или лжеца обычное дело многие видели вроде как огненные шары на перевале дятлова все местные их видели или слышали про них где она обитает не знаю ну там параллельные миры и прочее это только догадки а как вы говорите догадками оперировать не хочу но вот так дело было путано пересказал послесловие помните я писал вам что карликов не видел это правда не видел а вот только на чердаке моего родного дома а живу я далеко от него 20-х годов постройки живет ну не знаю кто леший домовой существо и гнездо в соломе есть и мамка моя иногда ему кушать ставит на ляду крышка лаза на чердак и скотами на чердаке иногда дерется иногда и в дом спускается но я его ни ни разу не видел никто не видел скилл такой у него мама моя 80 лет на него хозяин говорит обидеть боится но по поверим раз он тут живет тихий и не вредный то он свой дом бережет от чужих не пускает кого похуже ну вот так после этого письма я получил от андрея еще одну не менее обстоятельное уже о домовом начинаю зачитывать это письмо я до 20 лет жил в родном доме потом уехал дом старый но вполне себе еще крепенький я с детства с младенчества привык что по дому кто-то ходит так привычно что даже не удивлялся и не делился ни с кем но как солнце светит или ветер дует ну так мир устроен что тут такого домовой или как там его вполне себя свободно чувствовал жил на чердаке в сене гнездо там или место лежанки круглые сантиметров 50 в диаметре маленькая но и часто спускался в дом ходил по комнатам а я лежу на диване с книгой лицом к стенке слышу за спиной сквознячок от открытой двери потом шаги легенькие как детские и даже не оборачивался так это было обыденно для меня а смотреть бесполезно все равно не увижу когда женился восемьдесят шестом году беременная жена оставалась дома я учился вузе мама еще молодая была работала так что жена была дома одна очень боялась но мы я и мама врали и что это дом старый скрипит от ветра а двери иногда сквозняк открыл а шум и топот на чердаке коты дерутся но через много лет рассказали ей сердилась говорит я же слышал и и скрип лестницы чердака и шаги и прочее а вы меня дурили у нас всегда было несколько котов но в селе они полудикие приходят и уходят когда хотят могут на месяц или два вообще пропасть потом худые являются отъедаются и отсыпаются на чердак ход синий не с улицы в ляде для котов специально окошко прорезано то есть коты имеют на чердак свободный вход так вот с домовым они жили более менее мирно не боялись на чердак лазить но иногда редко у них там какие-то разборки были войнушки коты орут топот по всему чердаку но мы не вмешивались дело всегда мирно заканчивалась без телесных повреждений для котов как и чем это существо живет я не знаю чем кормится мама его не кормила прям как домашнее животное только несколько раз в году ну там вкусняшку какую на чердак ставила под праздники какие я не помню может под языческие какие ну там ивана купала например или зимой помню кутью в мисочке ставила съедал коты ведь не будут кутью есть никакого вреда не людям не животным не домашней утвари никогда не делал не ломал ночью не пугал ничего не воровал как слышал бывают такие как дети обиженные вещи ломают могут и дом пожечь но так больше демонстративно чтобы увидели и успели потушить чем-то обиделись ну точно как дети со скверным характером наш не такое тихий ходил себе бормотал что-то тихонько но неразборчиво я и не знаю это речь или так его не видел никто ни разу рядом пройдет аж ветерком повеет а не видно но это было всегда с момента моего рождения и я не удивлялся даже не думал что это что-то но там потусторонние или неправильное существо точно одно но я не знаю это одно и то же или уже другое какой же у них срок жизни я не знаю мама не называет его там домовым или еще как говорит о опять хозяин котов тренирует если на чердаке сильно расшумятся мама его бережет не ругает разговаривает о нем уважительно не знаю если в этом смысл но вроде как он считает наш дом и своим если кто пытается подселиться то он его прогонит но вроде как собака охраняет дом от людей а он на своем фронте одну потустороннего или как конец второго письма гостях у тайны продолжение следует